Депутат Государственной Думы Александр Ильтиков побывал с рабочим визитом в городе Щучье. Он провел личный прием граждан, пообщался с местными жителями, обсудил с ними различные проблемы. Одна из них связана с переселением людей из ветхого и аварийного жилья в новые дома по улице Медгородок. Совершенно не утепленный. Совершенно не утепленный. Совсем не утепленный. Кто-то, видишь, затолкал эту пяточку. Вот окна, как мы переехали, они так все текли, текли, потом там все почернело, даже отсюда видно, видите, чернота. Как рассказали законодатели жильцы новостроек на улице Медгородок, год назад по программе переселения из ветхого и аварийного жилья им предоставили благоустроенные квартиры. До этого люди жили в бараках. Однако, по словам новоселов, в одноэтажках начались коммунальные проблемы. Люди писали в различные инстанции, просили исправить строительные недостатки. Но капитального ремонта так и не дождались. Некоторые вынуждены были переехать из новостроек к родственникам. Выселили, значит, и предоставили мне, это аварийная была, и предоставили еще хуже. Вот. Там вообще невозможно, этот самый, жить. Ну и, что я там буду, этот самый, она едет во все стороны, да. Что там жить-то? Вот дочь меня забрала. За помощью люди обратились к депутату Госдумы Александру Ильтикову. Он лично оценил ситуацию с новостройками. Деляются федеральные средства из федерального бюджета по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В результате что мы видим? Мы видим там, на месте, что никто палец о палец не ударил. Никто не постарался выполнить на местах свои прямые обязанности. И теперь вопрос. А для чего вообще тогда существует эта программа? А для чего старается правительство? А для чего принимаются законы по всему? Что произошло по всему анализу действий? Будут направлены запросы в Генеральную прокуратуру. С выявленными недостатками, которые я сегодня здесь увидел. Я хочу спросить, за те деньги, которые выделяет страна?